МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! В эфире нашего телеканала программа И сегодня уже в полном составе мы постараемся развлечь вас увлекательной информацией о жизни нашего города. Одним из самых ярких событий уходящей недели стал концерт Ляписа Трубецкого. Сотни фанатов остались довольны, но о том, как проходило выступление известной группы, нам расскажет Оксана Тебенихина. Украду тебя ночью, увезу тебя в Сочи. Слова старого доброго Ляписа, пик карьера которого в свое время пришелся на конец 90-х, начало 2000-х годов. Но сегодня помолодевший, похудевший и похорошевший Трубецкой вновь собирает аншлаг в рязанском планетарии. Ни один рязанский ценитель творчества белорусской группы Ляпис Трубецкой не позволит себе пропустить их концерт. Когда-то лирические, а ныне политические мотивы сменяют друг друга. Ляпис шагает в ногу со временем, тонко чувствуя потребности своей публики. В результате мы видим то, что хотим видеть, и слышим то, что нам нравится. Если Ляпис в Рязани, все отлично. Вы первый раз на него концерт приезжаете? Нет, в десятый уже, наверное. В прошлом году тоже приезжал. Да, и в прошлом, и в позапрошлом всегда все отлично. На высшем уровне. У меня один вопрос есть. Ребят, какой Ляпис вам нравится больше? Старый, пухленький или новый, красивый? Нам нравятся всякие Ляпис, но больше нам нравятся новые и красивые. Можно ли их вообще сравнивать, вот по вашему мнению? Нет. Можно. Почему нельзя? Можно. Все меняется, и они меняются. Мне нравится новый Ляпис, который качок и спортсмен. Вам только визуально его часть нравится? Нет. Новая песня, рапкор, альбом, конечно. Какая самая любимая песня? Много мне песен его нравится. Ну, например? Например, «Смог, да, Роу» мне нравится, была русская песня его. Вы первый раз на концерте Ляписа? Нет, я третий раз. А в каком году вы были? В 2012 году был в Куанитарии, и в 2013 на мотофестивале «Малый Ярославец». Ну, я недавно совсем начал слушать Ляписа, мне очень понравилось. Я вот решил пойти на концерт, думаю, это будет круче, чем в студийной записи. А какая песня любимая на данный момент? На данный момент мне нравятся песни «Двенадцать обезьян ночи». В зале царила атмосфера радости и полного единения с артистами. Энергетика со сцены лилась потоком, и зрители, зарядившиеся и как от розетки, танцевали без остановки. В общем, выступление прошло на ура. Наверняка это далеко не последний визит Ляписа в Рязань, ведь здесь его любят и ждут. Еще одним замерным событием, особенно для всех влюбленных, стал День Святого Валентина. Вот только не все признают этот праздник. О том, как относятся к нему рязанцы, мы узнаем из нашего опроса. Считаете ли вы 14 февраля праздником? Нет, не считаю. Не знаю, но праздник, но и наш, и народный пришел от куда-то с запада, поэтому не считаю своего праздника. Нет, я считаю праздником. Ну, все-таки должен быть день для того, чтобы любимые хоть иногда себе друг другу подарки друг другу дарили. Вот, были наедине, вместе, проводили друг с другом время. Таких дней не очень много, там летом, по-моему, наш российский праздник. Вот, но это как дополнительный, мне кажется, это неплохо, красивая легенда, стоит отмечать. Сейчас пока нет, не считаю. Ну, уж раньше как-то праздник был, сейчас уже как-то никто особо не отмечает, я думаю. Да, я считаю это праздником, потому что на самом деле у нас сейчас, как вот все считают, что у нас много влюбленных, поэтому этот день нужно выделить, чтобы они дали друг другу подарки. Я считаю, что нужен этот день все-таки. Вы празднуете? Да, я праздную. Может, кому-нибудь влюбить, признаетесь? О, ну я как праздную с подругами, парня у меня нету, поэтому, дорогие мои друзья, я вас очень сильно люблю. Мама, папа, родные родственники, сестренка, вот, кому я могу признаться. Несмотря на довольно-таки скептическое отношение к этому празднику многих рязанцев, именно благодаря ему сегодня мы можем увидеть премьеру спектакля на сцене Рязанского театра драмы. Желание переполненного сердца. Что скрывается за этим многообещающим названием, узнаем из следующего сюжета. Режиссер Сергей Виноградов к 14 февраля, как к празднованию Дня всех влюбленных, а не католического святого, относится более чем положительно. И не случайно именно в этот день на сцене драмтеатра рязанский зритель впервые увидел спектакль «Желание переполненного сердца». История любви известной американской писательницы Лиллиан Хеллман и ее друга Саймона основана на реальных событиях. Лилия на год старше матери главного героя. Познакомились они, когда ему было 10 лет, и в итоге между ними вспыхнула любовь, которую герои пронесли через всю жизнь. Известные слова Пушкина о том, что любви все возрасты покорны и как нельзя лучше характеризуют эту пьесу. Хотя, конечно, идея постановки гораздо глубже. Для любви нет вообще никаких преград. То, что мы играем в документальную историю, подает еще большую надежду, что такие случаи бывают. Что можно быть счастливым на протяжении 20 лет с человеком, который очень далек от тебя, принципиально другого характера, на 20 лет старше. Но, тем не менее, это факт, что наши герои 20 с лишним лет прожили бок о бок в состоянии активного, любовного увлечения. Именно так. Это увлечение не прошло с годами. Когда Сергей Виноградов впервые познакомился с этой пьесой в конце 90-х годов, то буквально заболел ей. Ведь в ней есть все, что он так любит в театре. В этой пьесе есть сильные характеры. Замечательная драматургия – это значит конфликт в основе. И что очень важно – это пьеса воспоминания. То есть она не предполагает бытовых решений. Потому что я считаю, что сейчас, тем более, театр может спасти только фантазийная область, только магические какие-то средства. Быт театру противопоказан, на мой взгляд. Это как общее правило. Бывают исключения, конечно. Но сегодняшнему, современному театральному языку бытовые решения противопоказаны. И в этой пьесе как раз не бытовое решение. Не бытовое решение в декорации, в музыке, в пластике. Кстати, главную роль в спектакле также играет Сергей Виноградов. И хотя он признается, что выступать сразу в двух ипостасях – и режиссера, и актера – очень сложно, ему просто пришлось это сделать, так как в труппе не нашлось актера подходящего возраста. Безумно тяжело. Безумно тяжело. Я очень не люблю этого делать. И редко это делаю. Так же, как безумно тяжело сниматься в фильме, который ты снимаешь сам, что я делал неоднократно, и тоже очень не люблю. Поскольку надо быть одновременно и снаружи, и внутри. Это очень серьезная задача. Это противоположный вообще вектор. Находясь снаружи, надо быть циником. Надо быть недоброжелательным зрителем в основе своей. Чтобы трезво оценивать то, что происходит на сцене. А находясь внутри, цинизм противопоказан. Даже размышления в какой-то степени противопоказаны. Только экшен, только чувство, только страсть. И вот я нахожусь, на самом деле, раздираемыми этими двумя профессиями. Причем, тем более, на этом материале колоссально. В любом случае, главным критиком проделанной сложной работы будет зритель. Насладиться красивой, а главное, правдивой историей любви сможете и вы. Ведь теперь спектакль «Желание переполненного сердца» занял почетное место в репертуаре Рязанского драматического театра. А вот в библиотеке имени Горького не нужен повод для того, чтобы устроить для своих читателей праздник. Сотрудники постоянно придумывают что-то новое. И на сей раз они пригласили всех желающих на чердак в гости к Карлсену. Сказку о Карлсене, который живет на крыше, пожалуй, читал каждый из нас. И всем известно, что повстречать этого персонажа можно разве что в Дании, в Копенгагене. Однако это не совсем так. На рязанской крыше теперь завелся свой Карлсен. Простите, у вас можно тут приземлиться? Чего? Ну что, что, посадку давай, еще не куда, я забиваю. Садитесь, пожалуйста. Карлсен. Чердачное чтение. Такое название получил новый нестандартный проект библиотеки имени Горького. Под самой крышей библиотеки собрались дети и взрослые. На этот раз для того, чтобы узнать историю написания знаменитой на весь мир книги Астрид Линдкрын. Но главной целью организаторы назвали при общении к чтению книг даже безнадежно не читающих людей. Есть дети, которые читают, и дети, которые не читают. Мы постарались привлечь и тех, и других с помощью их же родителей, которые ходят в библиотеку, но жалуются нам, что мой ребенок не читает. Поэтому решили заинтересовать вот таким необычным способом. Конечно, перед первым заседанием клуба Карлсена волновались все участники. Но между тем театрализованные представления, интересные вопросы, а также чай с плюшками и вареньем оставили у всех, кто пришел, весьма приятное впечатление. А вы сами-то читать любите? Да, но я больше по научной фантастике и философии. То есть, как бы, ну, да, обязательно. Вот. То есть, Карлсон, как бы, я читал, да, его, но я несколько другое предпочитаю. Я считаю, что книги читать актуальнее. Я не читаю художественные произведения, рассказы, я просто читаю то, что мне нравится там. Ну, вообще, программирование, физика и так далее. В задумках организаторов обширная программа. Заседание клуба на чердаке библиотеки планируют проводить регулярно. Тема и цели выбирать заранее и собирать под сводами крыши в гостях у Карлсена самых творческих людей города. В следующем месяце здесь будет мастер-класс от Фрэкинбок. Будем делать закладки, украшать свои книги, украшать свои дневники, как не расстроить маму своей двойкой, чтобы показать ей красивый дневник или учебник. И еще у нас будет в этом следующем месяце соберутся поэты, уже взрослые наши читатели, точнее, юноши уже наши, юношеский возраст, точнее. Они здесь будут тоже будет чай пить и будут читать, здесь прозвучат стихи авторов. Может быть, совсем скоро чердак библиотеки превратится в одно из самых популярных для проведения досуга мест в городе. Ведь мечта повстречать настоящего Карлсена с детства наверняка живет в сердцах даже самых закоренелых скептиков. Устроить праздник для себя и своих детей вы с легкостью можете и сами. Для этого достаточно посетить Рязанский цирк. Только сейчас вы можете увидеть там медведей-канатоходцев. Гастроли новой цирковой программы «Медведи-канатоходцы» в Рязанском цирке – это профессиональные артисты, множество животных и уникальные номера, которых вы не увидите нигде в мире. В их числе мишки, свободно скользящие по канату, и люди-канатоходцы, выполняющие удивительные по своей сложности номера. Животные всегда являются главным украшением любой цирковой программы. Здесь вы увидите собачек и обезьян, кошек и даже ежиков. Кстати, кошки поразили зрителей своим умением обращаться с огнем. Огню тоже получаем постепенно. Сначала просто крутить палочку, потом чуть-чуть поджигаем, чтобы маленький огонечек был. И когда уже она перестает бояться, тогда уже и пламя побольше. Настоящим украшением программы стало и множество номеров с участием лошадей. Эти сильные животные поразили зрителей своими красотой и умом. Но а дрессировщики умением ласково и непринужденно работать со своим партнером. Поверьте, на это стоит посмотреть, так что спешите, ведь гастроли имеют свойство заканчиваться. Ну что ж, отведенное нам время подходит к концу. Увидимся с вами ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. До встречи! Подчеркнуть красоту, сохранить молодость помогут вам мастера маникюра и педикюра, парикмахеры, специалисты массажа и косметологии с медицинским образованием. Салон красоты «Белая зависть». Звоните 46 49 30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова